Сегодня говорим про бляшки в сосудах, соответственно, очистить их можно ли? Да, можно. Мне многие пишут, ведь когда у человека бляшки в сосудах, он как будто бы такой отупевший немножко. И что есть на обед, чтобы уменьшить бляшки? Кстати, бляшки приводят к тому, что человек находится постоянно в стрессовом состоянии. Но разве можно нормально себя чувствовать, когда у тебя перекрывает словно кислород? Соответственно, как предотвратить этот процесс? Очень важно включать витамин К2, витамин С и витамин Е. Такой обед должен содержать продукты обязательно вышеперечисленные. То есть там рыбка должна быть, квашеная капуста содержит сильный пробиотик, молочнокислые бактерии подавляют биопленки и, соответственно, яблочный уксус, твердый сыр. Все это будет влиять на бляшки. Соответственно, бляшки образуются у многих, просто немногие знают, как с этим работать. И биопленка – это колония микробов, которые строят себе кальциевые домики для защиты, что позволяет бляшкам закрепиться внутри сосуда. Это может быть небольшое повреждение или воспаление из-за избытка сахара, вот как у меня сегодня, например. Где бляшка, там мелкие частицы, соответственно, они тоже связаны с высоким потреблением сахара. Ребята, сахар, короче, он же есть во фруктах, да? И кто любит фрукты, будьте осторожны, потому что после этого все эффекты сахара, они возвращаются. Поэтому, ребята, будьте честными с собой. И витамин К2, витамин С, витамин Е, пробиотики. И старайтесь, чтобы вы себя, в принципе, комфортно чувствовали. Если есть вопросы, то пишите, с радостью вам отвечу.